Друзья, всем большой привет! Сегодня я продолжаю разбор вопросов, которые мне периодически присылают в личные сообщения. И на очереди у нас довольно необычный вопрос. Что за гантели стояли на советских танках и зачем они нужны? Ну что ж, давайте разбираться. Конечно же, на самом деле это никакие не гантели. Данные устройства называются фашины, и их название происходит из латыни – фасцис, связка прутьев, пучок. Фашины применялись задолго до Второй мировой войны, еще римлянами, для преодоления разного рода препятствий. Также их применяли для укрепления траншей или валов вокруг артиллерийских батарей, а также для заполнения рвов при штурме крепостей. Фашинами заваливали болота и прочие топкие места. В общем, они помогали преодолеть тот или иной труднопроходимый участок. На танках фашины начали применяться еще в Первой мировой войне, и они неплохо справлялись со своей задачей. А в 30-х годах в Советском Союзе фашины разных конструкций активно испытывались на танках. Так, например, в 34-м году в мастерских полигона были изготовлены хворостяные фашины для БТ-2 и БТ-5. Они предназначались для преодоления рвов и эскарпов глубиной и высотой до 2 метров. Фашины устанавливались на башне или на надгусеничных полках танка и сбрасывались при подходе машины к препятствию. Правда, крепление фашин на башне приводило к снижению устойчивости танка и значительной его демаскировке, а крепление на надгусеничных полках ограничивало углы стрельбы из основного орудия машины. После испытания первых конструкций фашин были разработаны универсальные крепления и устройства для их автоматического сбрасывания. Также с целью повышения долговечности фашин вместо хворостяных для танка БТ-5 были разработаны деревянные. Для танка БТ-7 деревянные фашины были изготовлены в 36-м году и позволяли преодолевать ров шириной до 4,5 метров и глубиной до 2,5 метров. Инженеры создали опытный образец и 10 комплектов креплений. Фашины крепились на так называемой УКСТП – унифицированное крепление саперно-танковых приспособлений. Кстати, на него же крепились и деревянные коврики для танков БТ, о которых я рассказывал в отдельном видео. Крепление состояло из стойки, вилки с рычагами, поворотных кронштейнов и валика с рычагами управления. Однако проблема с уменьшением сектора обстрела никуда не пропала. Также стойка с фашинами затрудняла обзор для механика-водителя. Только после сброса фашин обзор восстанавливался. Сброс фашин, имевших массу 685 кг, производился без выхода экипажа из танка и был возможен при скорости движения в 6-7 км в час. На этой же скорости танк преодолевал препятствия. В общем и целом можно сказать, что фашины устанавливались и испытывались практически на всех довоенных танках Советского Союза. Можно найти фотографии и Т-34, КВ-1, Т-26 и Т-28 с фашинами. А также требования к фашинам, устанавливаемым на Т-34 и КВ-1 от 1941 года. К слову, не только в нашей армии испытывались и применялись фашины. Самыми главными фанатами этого приспособления стали британцы, которые, кстати, используют их до сих пор. Правда, теперь вместо деревянных фашин в ров сбрасываются фашины из пластиковых труб. Трубы в качестве фашин применяли еще японцы во время боев на Халкинголе. Ведь полые трубы можно было сбрасывать в реку, и вода свободно проходила через них. Англичане же применяют трубы во многом из-за того, что деревянные фашины не способны выдержать вес тяжелых машин. Таким образом, гениальное изобретение, созданное еще во времена Римской империи, продолжает жить и в наши дни, помогая войскам выполнять свои задачи.